Финальный свисток. Баскетболисты в этот момент традиционно обмениваются рукопожатием. И кроме одного, который, видимо, решил несколько иначе провести это время. Обратите внимание на восьмой номер. Об инциденте чирлидер тут же сообщил о хореографу. Тот, в свою очередь, руководство Алтайбаскета. Этот эпизод могли наблюдать сотни пользователей глобальной сети по всему миру и не меньшее количество зрителей, которые только начали покидать трибуны. Покидали в расстроенных чувствах. Их любимый Алтайбаскет уступил лидеру чемпионата из Уфы. Все-таки опыт игроков и умение держать удар в концовках опытной команды уфимца, состоящей из опытных игроков, сказалось, мы не реализовали много своих атак, мы допустили защитные ошибки. Но самый главный плюс нашей команды в том, что и вчера, и сегодня команда боролась от начала и до конца. Про борьбу до конца скажет и личный тренер бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов. В этот вечер знаменитый наставник оказался в числе болельщиков. Вот он справа. Руководителей клуба пригласили, говорит, не в качестве эксперта, а просто поддержать команду. Насколько я понимаю, команда, по крайней мере, бежит. Я таких явных признаков усталости не замечаю. Чисто баскетбольные аспекты, естественно, комментировать не буду, потому что, повторяю, это, во-первых, неэтично, во-вторых, неэтично, во-третьих, неэтично. Вот. А еще момент, я так понимаю, что это лучшая команда нашего дивизиона, абсолютные лидеры, безоговорочные. А ребята бьются с ними как бы кость-кость. Как говорят программисты и автослесарь, один к одному. На равных с таким грозным соперником «Алтайбаскет», что в первой встрече, что во второй бился только половину времени. В конце дали им отрыв сделать, очков 10, да, и уже не смогли вернуться в игру. Ребята опытные, у нас молодой состав. Мы много не попали. Если бы попали в свои открытые броски, то смогли бы зацепить эту игру. В подтверждение этих слов счет матчей 77-82 и 69-76. Вот такой итог противостояния с лидером. Итог для распускающего руки игрока пока неизвестен. Возможно, восьмерку ждет дисциплинарное наказание. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.